привет друзья вы смотрите канал star drawing и с вами я Стас Черевко в этом видео я вам покажу недорогие или бюджетные материалы для скетчинга мне приходит много сообщений с просьбами покажите расскажите какие материалы хороши для тех кто только начинает осваивать технику скетчинга и вот поэтому я делаю это видео первое это обыкновенная шариковая ручка какое преимущество она дает вот такую сухую линию то есть вы слегка надавливаете при сканировании она ничем не отличается от карандаша ведь в рисунке главное не то чем вы скорее рисуете а ваша ваша рука ваши навыки ваша практика в этом в этом деле нужно делать штриховочку то есть инструмент скажем простой но достаточно интересный для быстрых зарисовок вообще очень хорошо там отдельно стоящая фигура людей ну в общем я тоже использую вот этот такой вообще супер доступный инструмент поэтому можете начать именно вот с этого что нас еще идет гелевая ручка то же самое интересный вариант использования гелевой ручки не сильно надавливайте на кончик и главное чтобы она вас не размазалась не текла для быстрых набросков быстрых таких почеркушек тоже вещь незаменимая причем если вам что-то захотелось нарисовать по-быстрому не стоит там долго заказывать что-то ждать пока он там придет по почте там какого-то сайта в ближайшем магазине купить и наслаждаться процессом уже прямо сегодня так продолжаем смотреть какие же у нас еще есть недорогие бюджетные материалы для скетчинга вот допустим вот такой вот такая типа ручка значит от фирмы штабила я использую несколько таких черную серую и светло-серую очень полезная вещь тоже дает хорошую линию очень такая хорошая в быстрых набросках можно штриховку водить в общем вот такие вот материалы то есть зачем покупать сразу примеру там какие-то мультилайнеры что-то такое дорогое что еще нужно ждать по почте когда она придет то понравится на вам или нет и так далее начинайте счета прох простого вот с таких вот моментов которые можете приобрести опять же в любом магазине канцелярских товаров и так далее причем ну дальше мы посмотрим как они сочетаются с маркерами так это тоже самое только черное допустим можно рисовать и дальний и средний план серым передний план черным вот опять же очень-очень удобно таких быстрых наброс очках вот неважно что в этом рисуете пейзаж там натюрморт фигуру человека и что-то еще так еще есть вот у меня вот такая штука broad pen то есть уже пошире потолще линия получается темно-серого цвета тоже классная вещь недорогая стоит это около 50 рублей вот и можно делать такие вот наброс очки ну это я сейчас рисую быстро конечно если потратить больше времени по прорисовывать поделать это более аккуратно то нужно сделать гораздо более интересные такие скетчи то я сейчас делаю просто как демонстрация того что что же то за материал такой как он ведет себя вот линия точки до точки и штрихи нужно опять же запросто показывать какие-то фактуры и и так далее далее еще два два варианта хочу показать вот от брауберг fine liner 0 4 миллиметра толщиной то есть линия очень тоненькая такая очень аккуратно изящная нарисуем несколько фигур людей вот очень хороша также для быстрых таких зарисовок с натуры опять же недорогая около 50 40 рублей все это дело стоит поэтому вполне доступно и тем кто только начинает подбор материалов для себя советую становиться вот на таких доступных недорогих материалах так и что еще хотел показать и вот от fine grip fine pen 04 от faber castle тоже хорошая вещь на так давайте на этом же листе вот причем можно делать как тонкие линии такие полузаметные для набрусков даже не для наброска а для рисунка построения такие такие прямо хорошие уверенные линии штриховочку водить так что вот так поэтому используйте вот все наши недорогие материалы вот всевозможные ручки начиная от обыкновенной шариковой и гелевой и заканчивая всевозможными там лайнерами от брауберг и штабила и так далее ну а дальше мы пробуем маркеры так ну и последние наши бюджетные материалы это маркеры я назову самыми бюджетными самыми даже не то что бюджетными скорее доступными маркерами это маркеры скетч маркер спиртовые маркеры широким пером и тонким наконечником то есть такой классический вариант удобный круглый корпус причем есть еще линейка этого производителя который называется скетч маркер браш с эластичной кистью которая ничем от кубки в скале не отличается и точно также еще идет тонкий наконечник и так эти наши маркеры отлично сочетаются с другими бюджетными материалами такими как наши ручки и лайнеры и все такое ну и давайте сделаем какой-то маленький такой пробничек посмотрим кстати вот что когда будете работать на тонкой бумаге если вы не подложите под нее какой-то еще один листочек у вас может просачиваться и получится точки поэтому пускай вас это не смущает просто подкладывайте еще один лист бумаги нужно плотной вот и все проблемы решаются то есть что у вас абсолютно это не смущало то есть это нормальное явление причем задняя сторона и рисунка она в принципе никому не нужна и по большому счету все равно там просачивается не просачивается так а теперь можно уже по этому рисунку по этому рисунку добавить то что мы смотрели раньше какие-то ручки лайнеры может быть ввести ввести штриховку чтобы композиция не пустого добавил добавим фигуры людей какие-то силуэта так и гибкая кисть давайте что-то что-то это гибкая кистью нарисуем рисуем и вот так так что подведя итог нашего урока нашего обзора бюджетных материалов советую всем блокноты с тонкой бумагой для графики это ручки и лайнеры типа как брауберовские то есть недорогие достаточно доступные я бы сказал в общем то доступные и маркеры скетчмаркер спиртовые которые хорошо ведут себя на тонкой бумаге и сочетаются с вышеперечисленными маркерами так что я рекомендую начать именно с этого очень надеюсь что это видео поможет всем ребятам которые еще не определились все таки сделать свой выбор что-то заказать что-то купить начать рисовать получать удовольствие от процесса скетчинга с вами был Статчеревко увидимся в следующем видео пока пока